Я пришел сюда, к дому 39, потому что этот дом собираются снести. Я собираюсь на память снять о нем тоже видеоролик о том, какой он был. Потому что его снесут и не останется вот этого вот фасада, который помнит пули во время обороны Ростова-на-Дону. Люди сюда принесли цветы уже, вы видите, гвоздики. Траурные гвоздики к окнам дома героя неравнодушные ростовчане принесли не просто так. Здание, пережившее Великую Отечественную войну, ожидает скорого сноса. По данным официального сайта госзакупок, контракт на разрушение аварийного дома уже заключен. Такое решение администрации города было принято в связи с угрозой обрушения. Дом признан аварийным по результатам исследования. Руководитель МИУС-фронта выступил против сноса дома-памятника обороне Ростова. Нельзя уничтожать нашу память. Это последний рубеж обороны. Фашисты не смогли уничтожить этот дом, подогнав танки, подогнав крупнокалиберные орудия к этому дому. Они расстреливали его в упор. Это видно, это читается на фасаде дома. Тот дом, крепость, дом-герой, который стоит на Станиславского, это реликвия. Это реликвия Великой Отечественной войны. Настоящая историческая ценность здания – его фасад. Здесь сохранились многочисленные отверстия от сотен осколков и снарядов немецких орудий. Активисты хотят отстоять хотя бы эту часть, чтобы сохранить память о доме ветеране войны. Вряд ли целый дом получится сохранить, потому что состояние дома внутри очень плохое. Думаю, вы сами это тоже все видели. Но, как по мне, было бы идеально, раз на доме есть следы войны, таких домов очень мало по городу осталось. Ну, по пальцам одной руки, скорее всего, можно пересчитать, где видны следы от пули, осколков, снарядов. Можно сохранить фасад и за фасадом устроить, например, небольшой сквер, который бы напоминал или рассказывал бы в качестве такого мини-музея, может быть, о том, как когда-то Ростов-на-Дону обороняли, защищали и отбивали обратно в 41-м, 42-м и 43-м годах. Ситуация внутри после пожара, который случился здесь осенью, аварийная. Целостность здания, не считая фасада, около 30%. Чтобы сохранить память о боях, ростовчане предложили и другие альтернативы. Его надо просто консервировать, и пускай стоит, пока не найдется тот, кто его нормально отреставрирует или реконструирует. По крайней мере, его закрыть от пожаров, от бомжей, от самовоспламеняющихся поджогов, от хлопков. Ростов-на-Дону – один из самых пострадавших городов России в ходе Великой Отечественной войны. Чтить память немногочисленных домов ветеранов, которые уцелели для многих жителей Донской столицы – нравственная необходимость. Всеволод Гимбут, Алина Зименко, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.